МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости Севастополя в студии Дмитрия Дудко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проверка готовности. Футбольный стадион в Инкермане сдали в эксплуатацию? В целом, объект готов. Объект небольшой, компактный, удобный. Когда пройдут первые тренировки на новом стадионе? И какое имя хотят ему присвоить? Последние штрихи. Капитальный ремонт детской поликлиники в Инкермане почти завершен. Мы уже на финишной отделке. Планируем в первых числах декабря начать передавать объект уже пользователю. Филиал у 9-й горбольницы. Какова готовность объекта? И какие работы осталось закончить подрядчику? Пилотный проект сдан. Полноценная дорога появилась в Юхариной балке. Сейчас это дорожное полотно протяженностью 2 км, шириной 8 метров и с обочиной около метра с каждой стороны дороги. Благоустройство грунтовых дорог. Как в Севастополе реализуется эта программа? И где приступят к работам в ближайшее время? Дополнительное образование по-новому. На северной стороне открылась инновационная площадка для детей. Вот это он на вас реагирует. Какие занятия предложат ребятам? Урок по классике. В Севастополе продолжаются оперные вечера. Какую программу подготовили для второй лекции концерта? И какие оперные произведения исполнили ведущие артисты страны? В городе появился еще один спортивный объект. Футбольное поле в Инкермании готово к открытию после реконструкции. Объект федеральной целевой программы начали возводить еще в конце 2020-го. Но в начале 2021 года работы ненадолго приостановили. На время принятия решения об обходной железнодорожной ветке у Свято-Климентовского монастыря. После по распоряжению губернатора Михаила Развожаева строительные работы на объекте возобновили. Каким получился долгожданный стадион и когда на нем проведут первые тренировки, расскажем далее. Почти год работ позади. Стадион в Инкермании готов встречать гостей и болельщиков. Новому спортивному комплексу уже выдано разрешение на ввод в эксплуатацию после масштабной реконструкции. Так, объект готов. Уже на прошлой неделе получили документ по завершению объекта строительства. Вчера уже был выдан акт ввода в эксплуатацию. Сейчас осталось зарегистрировать в собственность, соответственно, все в реестре на спортивную школу и передать уже в эксплуатирующую организацию. Пока это будет восьмая спортивная школа, чтобы уже в декабре стадион начал работать. Здесь уже ребята могли играть в футбол. Объект оснащен всем необходимым. Новое поле с искусственным зеленым покрытием, площадка для мини-футбола, автостоянка, трибуны для болельщиков и административный корпус с комфортными раздевалками, санузлами, душевыми, тренерской и кабинетом врача. В Инкермане этот обед очень востребован. У нас достаточно большое количество детей. И причем дети занимаются здесь уже на существующей инфраструктуре. То поле, которое в 2018 году, в рамках благоустройство здесь было смонтировано. И то поле, которое здесь было до начала строительно-монтажных работ, оно было загружено уже детьми. И сейчас отделение и функционировало, и продолжено функционировать уже в текущем году на обновленной инфраструктуре. Сейчас обсуждается предложение присвоить новому стадиону имя заслуженного тренера Инкермана Николая Александровича Власова, который долгие годы тренировал местную команду. Сегодня его дело продолжает сын. В футбольной секции занимается порядка 30 ребят. Но после ремонта тренироваться сможет трое больше юных спортсменов. Также уже в следующем году для подрастающего поколения откроются еще несколько новых секций. Со следующего года, как мы и договаривались, мы создаем новую спортивную школу в Инкермане, которая будет номер 10, 10-я спортивная школа отдельная, в которую войдет этот стадион футбольный, грибная база «Чайка» и бассейн, который тоже строится в Инкермане. То есть три таких новых спортивных объекта, которые мы делаем по федеральной целевой программе. Открытие водно-грибной базы и бассейна запланировано на следующий год. Также сейчас обсуждается вопрос о строительстве универсального физкультурно-оздоровительного комплекса. Все эти объекты вместе с футбольным полем в будущем станут частью спортивного кластера Инкермана. Алифтина Игнатьева, Михаил Воробьев, Новости Севастополя. Строительство очистных сооружений Южный набирает обороты. Работы идут по графику. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел штаб на стройплощадке. Сегодня здесь трудятся более 50 человек и 7 единиц техники. Уже завершен демонтаж зданий и сооружений. Вырыта траншея для подводящего коллектора. Идет заливка фундаментов зданий механической очистки сточных вод и административно-бытового комплекса. Чтобы не затягивать строительство, согласование проекта с глав госэкспертизой разбили на этапы. Пока подрядчик выполняет уже утвержденный объем работ. Идет проверка следующей порции документации. Полное перепроектирование очистных сделают объект одним из лучших в стране. По плану весь комплекс сооружений должен быть построен в конце 2024 года. Но Михаил Развожаев поставил подрядчику задачу ускориться и сдать Кос-Южный на год раньше. А капитальный ремонт детской поликлиники в Инкермане практически завершен. Объект почти готов. Изначально сроки сдачи ставили конец декабря, но подрядчик справился быстрее. Всего на ремонт потратили больше 25 миллионов рублей. Какие работы уже выполнили и чем оборудовали обновленную поликлининку, расскажет Владислав Ивенин. К ремонту медучреждения приступили еще в феврале прошлого года. За это время сменилось несколько подрядчиков. Но несмотря на все сложности, на сегодняшний день объект уже готов на 95%. Сейчас работы выполняет крымская компания. Сложности, конечно, на каждом объекте бывают. Это соответствие проекта с методокументацией, с фактически выполняемой работой. Поэтому с заказчиками мы постоянно согласовывали, пересогласовывали все моменты. Ну, как бы пришли к консенсусу и получаем результат нашей работы. А результаты пока таковы. Подрядчик заменил все внутренние сети. Кроме того, поработал и над фасадом здания. Его утеплили минеральной ватой и покрыли защитной штукатуркой. Это спасает от лишней влаги и сохранит тепло внутри помещений. Забота о комфорте пациентов здесь в каждой детали. Одно из главных преимуществ обновленной поликлиники – безбарьерная среда. Здесь для удобства посетителей установили пандус. Но это еще не все. Старт создания также установили лифт. И пускай здесь всего два этажа, но такое решение весьма оправдано. Поток посетителей будет большой. Больше 50 человек за смену. Среди них будут и маломобильные. Все основные работы уже выполнены. Осталось закончить монтаж вентиляции и подвесных потолков. Все проблемные вопросы по данному объекту урегулированы уже единой дирекцией капитального строительства. И как вы сейчас пронаблюдали, мы уже на финишной отделке планируем в первых числах декабря начать передавать объект уже пользователю, филиалу 9-й горбольницы. 2300 детей. Именно столько пациентов в возрасте от 0 до 17 лет уже прикрепились к поликлинике. Посещать медучреждения они смогут совсем скоро. Владислав Ивенин, Михаил Волобуев, Новости Севастополя. Во вторник состоялась очередная сессия законодательного собрания Севастополя. И один из вопросов, который заслушали депутаты, касался реализации задач в 2019 и 2020 годах департаментом капитального строительства. В парламентарии оценили подробный отчет директора департамента Илариона Гапицунова о строительстве социальных объектов, а также реализации программы расселения аварийного жилья. На данный момент в Севастополе завершено проектирование дома на 40 квартир, куда должны переехать жители обветшавших домов на улицах Яблочковой и в Георгиевской балке. Директор департамента капитального строительства отметил, что из-за высоких цен на жилье в регионе местные власти решили не покупать переселенцам квартиры, а построить дом. Средства были изысканы в рамках соглашения с правительством Москвы. Стоит добавить, что программа переселения граждан из аварийного жилья реализуется в городе с 2018 года за счет софинансирования с фондом реформирования ЖКХ. Рост метра квадратного в городе Севастополе просто шагает семимильными шагами, как говорится. И уже стоимость квадратного метра за малогабаритные квартиры достигает до 140 тысяч, при том, что нами утверждена в начале года стоимость 100 тысяч, без малого за метр квадратный. Я считаю, что реализация собственного строительства покажет себя с более эффективной стороны. Тому примером будет служить дом в районе Инкерман. В онлайн-режиме проведут публичные слушания по бюджету Севастополя. Они пройдут на официальном сайте Законодательного собрания города. Принять участие сможет любой желающий, достаточно подать заявку. На сайте sevzacon.ru в день слушаний 2 декабря необходимо заполнить регистрационную форму, указать в ней фамилию, имя, отчество, место жительства, а также свои предложения. Законодательного собрания 122. Это меньше, чем было днем ранее. Тенденция к снижению ежесуточного количества заболевших сохраняется, но она незначительная. 644 человека выписаны после выздоровления. В Крыму тоже показатель смертности увеличился. За сутки скончались 24 человека. Новых подтвержденных случаев заболевания 775. Эта цифра меньше, чем была накануне. На полуострове продолжается масштабная вакцинация. Сделать прививку по-прежнему можно в поликлиниках по месту жительства или в мобильных пунктах. Они развернуты в торговых центрах Мусон, Апельсин и Симол, а также на площадях Нахимова и Захарова. К другим темам. Возле аэропорта Симферополя планируют создать центр истории Крыма. А в Севастополе в канун Нового года откроют уникальный ретро-кинотеатр с советскими игровыми автоматами. Далее другие новости дня. Трудовой договор можно будет заключать удаленно, без посещения кадровой службы работодателя. Это удобно, так как позволится искателю выбрать организацию, находящуюся в другом регионе, и дистанционно пройти собеседование. Закон уже подписан президентом Владимиром Путиным. Минздрав разработал новые правила выдачи медицинских справок автомобилистам. Теперь водители, у которых есть клинические признаки наркотических расстройств, должны пройти дополнительные лабораторные исследования. Они будут назначаться наркологами, которые заметили следы уколов, повышенную потливость или слишком низкий пульс. Помимо этого, проверку пройдут водители, которые восстанавливают свое удостоверение после того, как закончился срок лишения прав. В МФЦ запустили печать сертификатов с QR-кодом нового образца. Об этом сообщили Минцифры и Минэкономразвитие. Услуга доступна как для граждан России, так и для иностранцев, имеющих разрешение на проживание в стране. Документ содержит фамилию владельца, QR-код и информацию о сроке действия. Указания медицинских данных в нем не предусмотрено. К космическому мусору вокруг Земли нашли применение. Из него слепят кольца, наподобие тех, которыми окружен Сатурн. Сделают это для того, чтобы очистить космическое пространство и обезопасить корабли, находящиеся на орбите. В Крым на зимовку прилетели фламинго. Их заметили в районе соленых озер у города Саки. Это второй год подряд, когда целая стая останавливается на полуострове. Ученые говорят, что все дело в изменении климата. Пернатым комфортно в Крыму. Здесь они могут переждать холода и питаться мелкими рачками и водорослями в незамерзающем озере. И продолжаем выпуск. И вот о чем расскажем далее. Пилотный проект «Сдан». Полноценная дорога появилась в Юхариной балке. Сейчас это дорожное полотно протяженностью 2 километра, шириной 8 метров и с обочиной около метра с каждой стороны дороги. Благоустройство грунтовых дорог. Как в Севастополе реализуется эта программа и где приступят к работам в ближайшее время. Дополнительное образование по-новому. На северной стороне открылась инновационная площадка для детей. Вот это он на вас реагирует. Какие занятия предложат ребятам? Урок по классике. В Севастополе продолжаются оперные вечера. Какую программу подготовили для второй лекции концерта и какие оперные произведения исполнили ведущие артисты страны. Два километра нового дорожного полотна появилось в Юхариной балке. С этой местности в Севастополе стартовал проект по благоустройству грунтовых дорог. Новая программа утверждена в этом году и нацелена на неучтенные и не состоящие на балансе департамента транспорта Севастополя дороги. Как реализуется программа и где приступят к работам в ближайшее время, выясняла Ирина Варава. Объезд аэродрома Десав – это бывшая грунтовка в Юхариной балке. Сейчас это дорожное полотно протяженностью 2 километра, шириной 8 метров и с обочиной около метра с каждой стороны дороги. Обустроили новую дорогу меньше чем за месяц. Севастопольцы не нарадуются. 2000 жителей ближайших садовых товариществ ждали ее появления больше четверти века. Ее нам не делали, не делали. Вот сейчас сделали. Да, с одной стороны хорошо нам, пенсионерам, чтобы через поле не идти. У меня, например, машины нет, у меня зрение 50% сейчас. Чтобы мне пешком не идти, детей много очень здесь, в школу ездить. Конечно, дорога нужна. Дорога, огибающая аэродром Десав, стала пилотным проектом. На ней отработали алгоритмы благоустройства, которые будут применять на других подобных объектах, дорогах неучтенных и не стоящих на балансе департамента транспорта. В ближайшее время здесь сделают остановочный комплекс, запустят движение общественного транспорта и школьного автобуса. Все это стало возможным благодаря программе «Благоустройство грунтовых дорог», разработанной и принятой правительством Севастополя в этом году. Данная программа рассчитана на три года. В этом году, благодаря вашей поддержке по соглашению с Москвой, было выделено 250 миллионов рублей. Один из первых объектов на сегодняшний день закончен. Дорога на сегодняшний день выполнена и введена в эксплуатацию. Заявки на внесение в список грунтовых дорог поступают в департамент транспорта от муниципалитетов. На днях по утвержденной программе начнутся работы в Балаклавском муниципальном округе. Это второе отделение и комбинат. В основном это два района, где грунтовые дороги. У нас сейчас должны быть четыре дороги заасфальтированы, грунтовые. Есть еще порядка четырех-пяти засыпаны гранулятом. Это буквально сегодня-завтра должны начаться работы, потому что они в плане у дирекции дорог. Всего до 2023 года по программе благоустройства грунтовых дорог планируют сделать и поставить на учет 50 транспортных артерий Севастополя. В гимназии номер 5 на северной стороне Севастополя открыли IT-куб «Борей». Это инновационная площадка дополнительного образования для детей. Она направлена на развитие знаний и навыков в области программирования. Школьники от 6 до 18 лет смогут бесплатно освоить такие направления, как алгоритмика и логика, кибергигиена и программирование роботов, промышленный дизайн и архитектура. Запись на занятия еще ведется. В общей сложности здесь будут заниматься порядка 600 детей. Для этого из федерального бюджета было выделено 14 миллионов рублей в рамках проекта образования. Педагоги школы тоже будут включаться в образовательные программы. И мы с декабря месяца активно будем вовлекать педагогов сначала в процесс обучения, а потом уже в процесс проведения этих программ. Потому что мы, во-первых, планируем, что количество детей, с каждым годом занимающихся в IT-сфере и в программировании, а это сейчас востребованное направление, будет расти. И нам нужно увеличивать количество педагогов. Второй день, как севастопольские кружки и секции возобновили работу после продолжительного карантина. Вынужденные каникулы для учителей, детей и их родителей оказались непростым испытанием. Чем занимались ребята на карантине и рады ли вернуться на занятия? Валерия Нечпал побывала во дворце детского и юношеского творчества. Во дворце детского и юношеского творчества спустя почти пять недель карантина снова шумно. Ребята рады встрече друг с другом и спешат на занятия. Кружки и секции возобновили свою работу с 22 ноября. До этого времени кто-то был на каникулах, а кто-то старался и занимался дистанционно. Получилось так, что эта ситуация потребовала от нас полностью удалиться от детей. Работать в дистанционном режиме это очень сложно, потому что не каждый дом имеет телефон, любой другой гаджет, компьютер. Обычно родители больше ориентируются на работу на компьютерах. Поэтому, естественно, это вызывало перебои в влиянии взаимодействия с детьми. И получилось так, что когда нам объявили, что можно выйти, это был для нас большой праздник. Такой долгий перерыв в работе дворца детского и юношеского творчества был, пожалуй, впервые. В учреждении стараются работать и в праздники, и на каникулах, и даже летом, чтобы дети всегда проводили время с пользой и занимались любимым делом. Конечно, мы соскучились за нашими детками, потому что от них идет такая энергетика, которая, ну это не передать, это надо быть педагогом для того, чтобы чувствовать это и понимать. То есть, конечно, в онлайне мы занимались. Вот у многих получились очень хорошие работы. То есть сегодня первое занятие в этой группе у меня, и они принесли свои работы. Возвращению к обычным занятиям рады и родители. Для них, признаются мамы, дистанционное обучение давалось нелегко. На дистанционном занятии, конечно, сложно дома, потому что, опять же, дома мы не только одни находимся, и родственники присутствуют, и тоже много всяких домашних дел, но, тем не менее, мы справились с задачей. Мы очень ждали, когда все-таки возобновятся занятия, вот, и мы рады, что приступили сегодня к занятию. Сейчас прям у нас радость, потому что, ну, конечно, детки старались, занимались, но это очень сложно дается дома. Мы безумно счастливы, что наконец-то мы вышли, и дети в полной мере будут заниматься. Теперь ребята вместе с преподавателями наверстывают упущенные и готовятся к самому волшебному празднику – Новому году. Времени из-за карантина осталось не так-то много, но все же оно еще есть. Нужно успеть подготовить номера к утренникам, создать новогодние украшения, которыми украсят не только додают, а еще, конечно же, успеть сделать подарки своими руками для родных и друзей. Работы много, но ребята заверили – успеют. Валерия Нечпал, Андрей Тымчук, Новости Севастополя. Мы продолжаем рассказывать о талантливых школьниках и студентах Севастополя, получателях правительственной стипендии. В их числе и восьмиклассница Карина Тимощенко. Чем увлекается девочка и чего ей уже удалось достичь? Расскажем далее. Без музыки мне оставаться надолго нельзя. Их связала музыка – восьмиклассницу Карину Тимощенко и ее педагога по эстрадному вокалу Людмилу Красницкую. Познакомились они, когда девочка пришла заниматься в ансамбле эстрадной песни «Жаворонушки» 8 лет назад. А получателем правительственной стипендии Карина стала благодаря победе в международном конкурсе «Дорогами успеха», который в 2019 году проходил в Алуште. Но не только музыкальные награды ее выделяют среди других детей. Как отмечает Людмила Николаевна, за все годы обучения девочка ни разу не подвела своего педагога. О том, что Карина сознательная и ответственная, говорит и директор Балклавского дома творчества. Она – гордость нашего учреждения. Действительно, тот ребенок, который благодаря своему трудолюбию, старанию, таланту добился очень больших результатов на всероссийских международных конкурсах. Пение – не единственное увлечение Карины. Она очень любит танцевать, конструировать, мечтает создавать полезные сайты и профессионально фотографировать. Ребенок, наверное, родился, скажем так, такой талантливый, потому что был такой момент в садике, и когда мы в Ясли еще ходили, воспитательница говорила, ой, вы знаете, у вашего ребенка столько всего заложено. Дарить людям радость для Карины – любимое дело. Она еще не знает точно, кем станет, но стремится делать всегда что-то необычное. Заниматься тем, что мне нравится будет. Не сидеть на какой-нибудь скучной работе, где мне будет неинтересно. Мне нравится как быть творческой одновременно, но и усидчивой. Ирина Шестерякова, Андрей Тымчук, Новости Севастополя. Музыкальная классика в прочтении современников. В Севастополе продолжаются оперные вечера. Накануне в Театре имени Луначарского состоялась уже вторая лекция-концерт, на которой слушатели узнали, как опера завоевала европейские сцены и как драма на музыке вошла в жизнь великих композиторов. В симфонию музыки и голоса в этот вечер погрузилась Алевтина Игнатьева. Эта история встречалась во все времена. Неравный брак влюбленного хозяина в служанку, где алчность и расчет идут вразрез всем нежным чувствам и заботям. Комическая интермеца «Пип Меноне» от знаменитого Георга Теллимана была написана из пета впервые в Гамбурге в 17 веке. Мы стараемся быть в четких исторических и хронологических рамках. Прошлый был концерт, безусловно, посвященный Италии, где зародился этот жанр. Этот концерт мы построили следующим образом. Как опера завоевывала европейский континент, вот так мы и представили этот концерт. У нас будет Германия, Франция и Англия. Сквозь время и века по нотам и контатам. Так зрители осторожно и постепенно погружают в атмосферу мировой классики оперного жанра. В программе второй лекции концерта «Истории великих музыкантов Золотого века» и их бессмертные творения в исполнении ведущих артистов страны. Собранный по крупицам мировой музыки цикл оперных лекций – лишь первый шаг к развитию этого жанра в нашем городе. Уже в 2024-м в свои двери распахнет Севастопольский театр оперы и балета. Пока строится здание и формируется трупа, гостям дают шанс заранее распробовать музыкальную драму на слух. Для нас это тоже эксперимент. Второй раз действительно мы показываем оперные вечера в Севастополе, рассказ о том, когда и где и как зарождалось оперное искусство в своей творческой деятельности Севастопольского театра, которое пока еще не вошло в полную мощность, но тем не менее мы уже немножечко начинаем. Вся программа действительно соткана очень интересно, абсолютно разная музыка разных авторов. Мне очень нравится, конечно, Жан-Батист Люли, то, что мы будем сегодня играть. Я не буду говорить, что именно, я думаю, публика придет и услышит, но действительно много-много интересного, яркого и необычного. От Германии до Франции через Англию за пару часов зрители провели подзвуки скрипки и клавесина в сопровождении мягкого баритона и звонких сопрано-артистов. Следующая лекция – концерт намечена на 20 декабря в программе «История зарождения оперы в нашей стране». Алевтина Игнатьева, Дмитрий Сидоренко, Новости Севастополя. И в завершении выпуска прогноз погоды на 24 ноября. 24 ноября в Севастополе малооблачно, без осадков. Ночью от нуля до плюс двух. Днем столбики термометров поднимутся до плюс шести. Ветер северо-восточный, умеренный – 5-10 метров в секунду. Высокое атмосферное давление, влажность комфортная. И на этом наш выпуск завершен. В студии работал Дмитрий Дудко. И я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...